ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ 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 Лети никуда попала, налево, направо, и все-таки вперед. И что там, что там, нас ждет за поворотом, Не знаем, только знаем, что так ждет. Не знаем, только знаем, что так ждет. И сам летишь, и все летит, как Гоголь написал, Копыты сбиты в кровь бока и груди. И в целом мире знают лишь одни небеса, Когда же мы начнем скакать, как люди. Лети никуда попала, налево, направо, и все-таки вперед. И что там, что там, нас ждет за поворотом, Не знаем, только знаем, что так ждет. Не знаем, что там, точно что-то ждет. И дальше. Сломалась шея у замечательной структуры под названием КПСС. То есть просто перестала существовать. И вот я просто помню эти толпы, если так можно сказать, А вернее, вот это воудушевление на этих самых митингах, Когда сотни, там тысяч человек, в прямом смысле слова, На этой Манежной площади и так далее. И вот 27 число, 27 марта. И опять эти самые толпы. Только разница. Там были только трехцветные знамена. Сегодня трехцветные и красные рядом. Кавкянство. Да, 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 да. Понятно, да. Вот я возвращаюсь к вопросу о том, Чего мы с вами не сделали за эти вот 6 лет. Дело в том, что, так сказать, историческая задача Или историческая миссия нашего поколения, И это, если говорить об общественно-политической ее части, Исторической миссии, То, значит, нужно говорить о диссидентах, Как о квинтэссенции выразителей этой миссии. Заключалось в том, чтобы добиться гласности. Вот эта задача была решена в течение нашего поколения. А дальше началась свобода. И свобода, это поворотка к цивилизованному миру Оказался такой огромной, Что и такие сразу стали появляться проблемы и задачи, Что, конечно, с течением времени Вся первая эйфория, Которая, между прочим, вся, по-моему, советская, В своей основе. Сейчас и немедленно. Как большевики в свое время, Сейчас и немедленно, я имею ввиду искренних идеалистов, Сейчас и немедленно построим светлое будущее. Сейчас и немедленно исправим всех людей. Сейчас и немедленно, как Троцкий сказал, Железной стальной рукой загоняем Железной стальной рукой Светлое будущее, да. И вот это требование Сейчас и немедленно чудо, Которое несет с собой демократия и свобода, Тоже нами овладело и составило Содержание нашей эйфории 91-го года. А потом вдруг, это не заморозки, которые пошли прибрежнее, а это свобода и развитие страны в условиях открывшихся возможностей пошло своими какими-то мощными, нам не очень понятными и чудовищными по форме шагами, что мы и растерялись и поняли, что процесс вовсе не такой романтический, как он нам рисовался в начале. Это процесс не романтический, это процесс огромный, неопознающий нами реальность и поворот России на цивилизованную дорогу. Я забыла, когда я туфли одевала на ноги, я забыла, я как бомж хожу. Если не работаешь, если не работаешь, зарплаты нет, так где же брать деньги-то? У вас большая семья. Большая семья. Мало того, что внучка, дочка, сын 13 лет, а дальше что он будет делать? У меня голова болит не за свою жизнь, не за свою семью, за своего сына я болею, потому что ему 13 лет, у него будущего нет. Я его должна обеспечить. Школы закрываются. Сады закрываются детские. Куда это... Первое, что освободила наша свалившаяся нам на голову свобода, это она освободила инстинкт хватательный. И когда нашу теперешнюю эпоху назвали эпохой большого хапка, то, мне кажется, попали в самую точку. То ли человек своим трудом зарабатывает себе, то ли он ворует. Я тебя зарабатываю. То ли ворует, то ли трудом зарабатывает. Я когда начинаю толковать, я говорю, вот товарищ приехал на Мерседесе. Меня это полностью не волнует, кто он, русский, еврей, грузин. Я знаю, что и мне, и моим внукам, и правнукам не заработать на такой Мерседес. Вчера был мой клиент по уголовным делам, сегодня он миллиардер. Ну, 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 ну. Или, скажем, клиент других следователей, прокурора, судей. А сегодня уважаемый человек. Он обязательно, как и раньше, прийдет, как КПСС, должен сидеть в президиуме. Сегодня сидят в президиуме. Это называется не КПСС, а по-другому это называется. В зависимости от того, как он к ламу принадлежит. Она у нас как бы отделена от общества и от страны, государства. И там у них есть свои самые важные государственные проблемы. И есть проблема общества. Вот проблема выплаты заработной платы, это наша проблема. Это проблема общества, это проблема населения. Вот эта проблема не является государственной в том смысле, в котором для них является государственная. То, для чего они могут продать золотовалютные ресурсы, для чего они могут взять кредит дополнительный, для чего они могут откуда-то еще привлечь денег. Вот для этого кредитов в Международном валютном фонде не берут, чтобы покрыть неплатежи. Я хочу сказать, господа, нас грабят, понимаете? И орать вовсю. Я вот тут посчитал сейчас, сидел. Так, Чубай заплатил подоходный налог, этого подоходного налога хватило бы, чтобы оплатить зарплату нашим учителям в течение 10 месяцев. Каким учителям? Всей страной? Нашей школой, нашей школой. Ну, а не тошновато ли жить в стране, где очевидно, что правительство это те люди, которые должны по сути своей, так исторически вот разложили эту ситуацию, должны сесть в тюрьму. Но без них сейчас невозможно. Вот предел вообще безнравственности страны тогда каков? По поводу того, чтобы всех посадить в тюрьму, правительство, мне трудно судить, потому что, грубо говоря, я ни одного из них с поличным пока еще не поймал. Я с поличным не поймал. И даже когда мне говорят о том, что не мог Чубай с ней набить карманы на этой приватизации, я не могу сказать. Я могу сказать, что он может быть ошибся в своих расчетах, но про карманы ничего сказать не могу. Я не заплатил такие налоги. Заплатил налоги заработанного или с нахапанного. Это для меня тоже вопрос все-таки, серьезно. А масштабы вас как бы в этом смысле не волнуют? Очень волнуют. Очень волнуют, потому что они есть, как вы сказать, прямое свидетельство того, с чем Анатолий Борисович должен бороться. А именно, свидетельство колоссального разброса между нижним и высшим уровнем заработка. Вы понимаете, о чем вы говорите. Вы говорите о первом вице-премьере правительства, который должен бороться сам с собой. Конечно, безусловно, да. Но я думаю, что это возможно. Я думаю, что это возможно. Вот, понимаете, вы все время совсем соглашатель. Вы соглашатель. Я? Вы жуткий соглашатель, потому что вот воруют в Кремле. Нет. Потому что заказа жизнь. Я не соглашатель. Я просто, я же пытаюсь это осмыслить. Я не соглашатель, а я размышлятель. Мне интересно, и тут я как раз с вами-то и спорю по этому пункту. История кровавыми, чудовищными, мерзкими, грязными шагами, но движется все-таки, ну вот я спел уже, все-таки, налево-направо, но все-таки вперед. Но все-таки вперед. Неизбежен этот, неизбежен приход. Неизбежен наш приход в цивилизованное сообщество. Как неизбежен приход для всех. Исключительно стран. Да, да, да. А ну смотрите, это же... Очевидно, тоже так Германия думает, что впереди у них все замечательно. Вот есть идея, есть добаса появилась, есть враг, вот и есть перспективы. Вот оказалось, что вот такого рода размышления совершенно противоречит истории. Что история и доказала, и с коммунистами, и с фашистами, что насильно мил не будешь. И насильство на никакой районе построишь. А нужно строить это естественно. Вот естественное развитие цивилизации, и есть тот путь, к которому нас естественно и разворачивает. После нашего противоестественного движения к вершинам коммунизма. И Германия точно развернула. В естественный ход вещей. Давно-давно, когда-то я сочнил песню, сейчас я не помню, но конец себе был такой. Жили мы при Пете, жили при Володе. Не вы, конечно. Нам, что те, что эти надоели, господа, поживем, ребят, при свободе, мы при ней не жили никогда. Такая эйфория. А живем, ребята, при свободе, мы при ней не жили никогда. Очень точная интонация передает надежду на то, что сейчас мы поживем при свободе, будет очень хорошо. Но по тексту, по тексту абсолютно точно. Поживем, ребят, при свободе, мы при ней никогда еще не жили. А вы знаете мне этот тончан напомнил? Да. Коммунистические митинги. Да. Но кто же удержится, чтоб славу нашему не воспеть, дорогому Ильичу, который сделал революцией, мы счастливы были. Ноги без мозга в стороны, без мозга руками нет дела. Металось во все концы мира безголовое дело яльцинское. Нас продавали на вырез. Вырез Чечни. Вырез около дома совета. Военный вздымался бой. Но вернемся к прошлому, когда над миром вырос Ленин огромной головой. История сметет каждого коммуниста, Варенников, Анпилов, кто там угодно, который встанет у нее на пути со своими глупостями. Ну там разделить между трудящимися, там отказаться от помощи МВФ, выставить опять ядерный щит против НАТО и прочее. Это невозможно. Да возможно. Нет. Зюганов президент, Варенников, министр обороны и кнопочка у них у обоих в руках. Миллионы там людей, мирные жители там или вооруженные жители. Мы должны защитить свою родину и никаких разговоров. Не смогут они. Почему не смогут? Потому что они не одни же командуют всем этим. Это же тоже команда. Вот все команды. Ну самое простое. У них есть дети и внуки, которые, по-моему, их первые сметут с лица земли, если они будут опять возобновлять железный занавес. Ну, железный занавес уже невозможно возобновить по всем парам. Столько народов, причем среднего народов, среднего народа уже столько побывало за границей, уже немножко поотдыхали на турецких и кипрских берегах. Средний причем народ. Да. Вот. Это я говорю на уровне самым... Пациентов России живут при печном отоплении и для удобствах во дворе. Все понятно. И без асфальта. Да. А не авокадо, к утреннему кофе. Да, но я же говорю о том, что... Это вы говорите об этих 30, которые, да, побывали там. Да, да, да. Я говорю о 30, но эти 30, вот наиболее предприимчивых, наиболее активных, какой бы форме их активность ни выражалась, эти 30, к счастью, к сожалению, в общем, это бессмысленные слова, к счастью или к сожалению, эти 30, хотим мы того или не хотим, и составляет движущий паровоз в нашей жизни, в обществе. По одному! Сейчас, секундучку, дайте я скажу, прольет сокровь, вы будете отвечать за ядом, а мы на грани войны. Сундочку, а кто прольет сокровь? Мы прольем вашу кровь! Вот крянусь, крянусь своими людьми! Вашу кровь, я пролью! Если думать только о том, что, так сказать, человека накормить, напоить, и не думать о работе его, так сказать, интеллектуальной мозговой сферы, то это будет животное и достаточно опасное. Вот если сейчас генерал Александр Лебедь, 10 минут в прямом эфире по Первому каналу скажет основной массе русских, ребята, грудь награбленная, завтра вокруг Москвы и других крупных городов не останется ни одного особняка русских, новых русских. Все станут старыми иммигрантами. Я недавно сделал открытие, открыл я недавно словарь. Оказывается, совесть — это нравственная категория, позволяющая безошибочно отличать дурное от доброго. Тут второй ему возражает. А как же быть, когда идет игра? Партнеры врут, блефуют кто как может. И для победы правды и добра Тебе соврать необходимо тоже. И как же быть тогда? И как же быть тогда? И как же быть тогда? Я не знаю, я ведь только говорю, что совесть — это нравственная категория, позволяю. А как же быть, когда идет борьба за идеал, за лучшие надежды? Но в борьбе нельзя без топора, а где топор, там щепки неизбежны. И как же быть тогда, и как же быть, и как же быть тогда? Нет, я понимаю, я ведь только говорю, что совесть — это нравственная категория, позволяю. Но если все безумием одним, Охвачены не на день, а на годы, Идет потоп, и он неудержим, Он увлекает целые народы. То что же может слабый человек? Идет потоп, исход непредсказуем, Что может он, когда безумен век? И кто виновен в том, что век безумен? Кого винить? Кому винить? За что винить? Я не знаю. Я только знаю, что совесть — это нравственная категория, Позволяющая безошибочно Отличать дурное От доброго. Так что же все-таки с Найя происходит? Разве может об этом рассказать Одна телевизионная передача? Конечно же, нет. Вероятно, и правильно, что нас закрыли. Или вы считаете по-другому? Если честно, то мы тоже. Но пусть это останется на совести тех, кто это сделал. Во всяком случае, наша совесть перед ними и вами чиста. Продолжение следует...